Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Я поздравляю вас с праздником святых Петра и Февронии. И говорить мы сегодня, конечно, будем о любви в семье. У нас в гостях психолог Наталья Злобина. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Марина! Я хочу напомнить нашим телезрителям, что любовь в семье – это как раз сфера ваших научных интересов. И вы как раз с точки зрения психологии, христианской психологии, занимаетесь этим вопросом. Ведь я права? Да, всё верно. И в последнее время я обучаюсь в Духовной Академии на специализации семейная культура, поэтому эта тема для меня актуальна. И я сегодня как раз хотела поговорить об этой теме. Поэтому спасибо большое, что вы меня сюда пригласили. Ну что ж, Наталья, давайте начнём. Тема такая обширная, что я даже не знаю, с какой стороны нам к ней подойти. Потому что любовь в семье – это в первую очередь всё-таки любовь между супругами, а потом уже любовь к детям. И с чего начать говорить? Как выбирать супруга? Как отличить любовь от влюблённости? Как понять глубокие ли чувства? Как мне обмануться? Как действительно встретить своего человека? Как создать по-настоящему христианский брак? Можно ли надеяться на то, что влюблённость перерастёт в любовь? Или нужно ждать крепкого чувства сразу? Что делать уже по мере своего взросления в семье? Тут столько вопросов, что давайте с чего-нибудь начнём. Я бы, наверное, хотела начать с того, что все мы мечтаем иметь большую, дружную, крепкую семью, основанную на любви. Где бы тебя всегда ждали, тебе были бы рады, тебя принимали с радостью, прощали твои ошибки, не осуждали, понимали бы тебя. Конечно, мы все об этом мечтаем, но, к сожалению, мало кто знает вообще, что такое любовь, как она проявляется, и по каким законам вообще должны выстраиваться отношения. Поэтому вот сейчас попробуем разобраться. Начнём, наверное, с того, какой же должна быть любовь мужа по отношению к жене. Ну, я сразу так обозначу. Дело в том, что, с моей точки зрения, она должна быть безусловной. Почему? Потому что женщина — это очень эмоциональное создание. И я всегда женщину сравниваю со всеми четырьмя стихиями одновременно. Вот представьте себе такой образ. Ветер в голове, огонь в сердце. То есть вы уже понимаете такое опасное сочетание. Женщины любят часто создавать какие-то образы, придумывать их, и потом осуществлять их в своей жизни, в реальной материализовать. Поэтому женщина, вот как стихия, да, она может как и зародить жизнь, точно так же она её может и уничтожить своими вот этими эмоциями, всплесками. Ну вот возьмём пример. Беременная женщина. Все мы знаем, да, что когда женщина в состоянии беременности, если она очень сильно переживает, эмоционирует, там какой-то стресс пережила, то она может потерять ребёнка. То есть у неё в организме происходят такие процессы, которые способствуют либо замиранию плода, либо выкидышу. Когда женщина спокойна, когда она счастлива, то мы знаем, что все вокруг неё счастливы и спокойны. И дети, и муж, и вообще люди, которые окружают эту семью. Поэтому задача мужа, конечно, в первую очередь создать вот эту вот самую безопасность. Психологическую, физическую, эмоциональную. Хорошо, но мы говорим как будто бы с вами о очень зрелом мужа. Но мне кажется, наши молодые люди, когда они вступают в брак, они, может быть, тоже не вполне понимают, что значит создать вот ту самую безопасность, о которой вы говорите. Как можно стать вот таким мужем, чтобы женщина рядом с ним чувствовала себя спокойно, она чувствовала надёжность какую-то и действительно могла позволить себе расслабиться, не защищаться, не бороться, а быть расслабленной, любить, дарить любовь и заботиться обо всех в семье? Ну вот в том-то всё и дело, что для того, чтобы вступить в брак, люди должны быть уже зрелыми и психически, и физически, со всех точек зрения, они должны быть готовы к этому этапу в своей жизни. То есть пока человек не добился каких-то результатов в работе над собой, в работе в положении в обществе и так далее, то лучше ему и не задумываться, потому что это такая ответственность колоссальная. Вот. И поэтому женщина, она должна выбирать себе мужа по таким качествам, как, ну что для неё вообще важно. То есть он должен быть самый умный, самый смелый, самый сильный, самый успешный, что для неё важно. Вот. Единственное, я бы посоветовала всё-таки не обращать внимание на то, чтобы человек был самым богатым, потому что часто, знаете, у мужчин есть такой соблазн перекрыть какие-то свои личные качества, компенсировать их деньгами. То есть они пытаются купить любовь женщины, но при этом получается, что они внутри себя всё равно будут чувствовать, что они не соответствуют вот этому идеалу, который есть в представлении женском. И они будут чувствовать свою вот эту вот несостоятельность, и они будут пытаться как-то подавить женщину, то есть самореализоваться за счёт других людей. Или наоборот, если мужчина не состоялся в обществе, либо он по каким-то своим качествам не способен выдержать конкуренцию среди равных его мужчин, то тогда он начинает, ну, со временем, с возрастом вступать вот в эту конкуренцию в семье со слабыми, с детьми, с женой, и пытаться самореализоваться за счёт унижения, подавления и так далее. Поэтому, конечно, очень важно выбирать именно по личностным характеристикам человека, чтобы вот именно качества, они соответствовали тому идеалу, который есть в голове у женщины. Наталья, а разве такой сценарий не работает, что два человека, может быть, ещё не такие зрелые, полюбили друг друга, сошлись и растут вместе? То есть это взаимное обогащение, взаимное воспитание, может быть. Я не имею в виду назидательное, когда кто-то кого-то действительно воспитывает. А я имею в виду, что это совместный рост внутри семьи. Ведь, наверное, и такие бывают браки, особенно ранние браки, которые, кстати, тоже очень часто бывают успешными, независимо от того, что есть стереотип, что ранние браки несчастливые, это не так. И я знаю массу примеров, которые опровергают этот тезис. Поэтому мне кажется, что и такой сценарий может быть возможен. Но вот ваши советы, они как будто бы нацелены на то, чтобы люди уже зрелыми вступали в брак. А это больше похоже, наверное, на западную модель, когда люди вступают в брак уже вообще под 40 лет, и первые дети появляются у них поздно. Ну, вы знаете, тогда нужно смотреть на цели, которые ставят люди перед собой, вступая в брак. С какой целью он хочет жениться или она хочет выйти замуж. Да, они могут быть ещё не совсем соответствовать каким-то там стандартам. Но дело в том, что в зависимости от того, какую цель преследует человек, от этого будет зависеть его рост. Он либо будет идти наверх, то есть если цель высокая, благородная, там человек, например, хочет служить обществу, самореализоваться, и ему нужен партнёр или партнёрша, да, для того, чтобы добиться каких-то высоких целей. Это один вариант, это успешный вариант. А если человек хочет вступить в брак для того, чтобы закрыть какие-то потребности, которые у него не закрыты, то есть он не добился в чём-то успеха, и он думает, что сейчас он компенсирует свои недостатки за счёт кого-то. Это низкие цели. И тогда человек, он будет развиваться в этом направлении, но только этот вектор будет направлен вниз. И такой брак, к сожалению, ну, с моей точки зрения, обречён на неудачу. А в духовных школах как этот предмет выглядит в принципе? Вот вы говорите, что вы обучаетесь. То есть чему? Чему там учат? Ну, на этом курсе, который я сейчас прохожу, там рассматриваются такие предметы, как возрастная психология, аскетика и антропология православия, семейная культура и социальное служение обязательно. И когда, ну, я ещё пока не закончила до конца, но я уже сейчас тоже поняла, что основная всё-таки задача человека — это именно в своём служении. Он должен понять, для чего он вообще живёт, какая у него миссия, как он может реализоваться в обществе. Вот когда вот это он всё поймёт, вот тогда ему уже будет легче найти себе партнёра или партнёршу, чтобы совместно идти и развиваться на пути вот к этим целям. Вы психолог, семейный психолог в том числе, вы работаете с семьями, семьями с детьми и, наверное, сталкиваетесь с многообразием проблем семейных. И, конечно, мне бы хотелось понять, эти проблемы всегда ли связаны с тем, что люди беспечно вступают в брак, и, может быть, можно было каким-то образом эту проблему избежать, например, на этапе планирования семьи. Или в основном семейные проблемы, они рождаются в каждой семье, их просто надо решать по мере поступления. Как вам кажется, ваш профессиональный взгляд на этот вопрос каков? Вообще, вы знаете, отношения в семье, они передаются из поколения в поколение. И это, я считаю, вообще нашей трагедией, потому что у нас, в нашей стране, опыт, к сожалению, очень печальный. Война, революция, голод, очень много несчастных судеб, травмированных. И вот эти ошибки, вот эти травмы, они передаются в семьи, где не было отцов, где мать воспитывала детей и была и за маму, и за папу, и за бабушку, и за дедушку. И дети, выросшие в таких семьях, они думают, что это нормально, и они повторяют эту модель в своих семьях. То есть вот эти вот ошибки, они постоянно повторяются. И я считаю, что нам нужно все-таки, прежде чем вступать в брак, получать какое-то минимальное образование. Вот я сейчас очень рада, что я поступила на эти курсы и думаю, почему же я не сделала этого раньше, несмотря на то, что я уже институт закончила, у меня там пятеро детей, я уже замужем 20 лет, да? Вот. И вот эти знания, они как раз могут нам помочь изначально выстроить правильно, потому что у нас нет примера перед глазами, мы не знаем, как правильно. У нас много примеров, там книг, литературы, как неправильно. Там в том числе Анна Каренина, знаменитая, которую мы постоянно обсуждаем. Но вот взять какую-то литературу узнать, а как же правильно, ну, я пока вот только, наверное, на курсах вот этих вот столкнулась с этой ситуацией. Вот. И поэтому хотела бы рассказать, что так вообще женщина должна проявлять свою любовь по отношению к мужу. Вот мы сейчас говорили о том, как муж должен проявлять, что это должна быть безусловная любовь, безусловное принятие женщины, чтобы она чувствовала себя в семье в безопасности, защищённой, то женщина, она должна изначально всё-таки выставлять ряд условий и требований. Изначально, до того, как они вступят в брак. Но после того, как она сделала свой окончательный выбор, после венчания или там бракосочетания, эта любовь, она должна стать уже безусловной. То есть что бы ни случилось, женщина должна принимать своего мужа таким, какой он есть. А для этого она должна проявлять любовь и условную, и безусловную. Потому что муж, приходя домой, вот если где-то он там неудачу потерпел, он должен понимать, что его примут, ему простят, ему помогут, его поддержат. Он же должен тоже силы какие-то черпать из семьи в том числе, и в том числе от жены. Единственное, хочу сразу сказать, что не нужно пытаться кого-то перевоспитать, переделать. Это можно было делать до замужества, пытаться перевоспитать, что-то обучить, какие-то условия поставить. После брака всё, вот какой человек есть, принимаем его безусловно таким, какой он есть. Единственное, на эту ситуацию может оказать влияние рождение детей. Потому что когда в семье появляются дети, появляются новые потребности, и тогда женщина может брать какие-то новые источники для роста, для своего духовного, для вдохновения, для каких-то достижений, именно от детей, обучаясь у детей в том числе чему-то. Либо пытаясь решить какие-то материальные задачи, женщина ставит эти задачи перед мужем. То есть женщина берёт свою энергию или источник для вдохновения у детей и передаёт это своему мужу. Мы все знаем, что муж с женой спасается, а жена спасается чадо рождением. Вот эту фразу мы помним. Только единственное, не нужно от мужа ничего требовать. Его нужно скорее вдохновлять, направлять через благодарность, через похвалу, через восхищение. Что касается вдохновения, то есть всё равно нам же что-то нужно добиваться и расти дальше и женщине, и мужчине. И поэтому здесь лучше всего, я уже говорила, действовать через похвалу. То есть найти в человеке его какие-то хорошие, сильные качества и поставить на них акцент. Какой-то молодец сегодня вынес мусор, сегодня помыл посуду, заправил кровать. Всё, что угодно. Найти любую мелочь, за которую можно зацепиться, и похвалить его за это. И таким образом мы провоцируем рост этих качеств дальнейших. Он будет понимать, что он любим, что он нужен, что он востребован. Ему будет это нравиться и он будет стремиться дальше расти в этом же направлении. Вы знаете, Наталья, многим может показаться, что это совет, который хорошо применим к ребёнку. Ну а так женщина скажет, ну зачем? Это полноценный мужчина, зачем я буду какие-то искать хитрые ходы для того, чтобы к нему подойти с просьбой. Я должна его сначала похвалить, как ребёнка. Я ведь могу ему честно сказать, что ты всё сделал плохо, давай-ка переделай. Он же взрослый человек, он всё поймёт. Вот где тут тоже лежит та самая золотая середина, где можно общаться с человеком полноценно, не снисходительно, понимаете, и без хитрости, вот без того, что может показаться нечестной игрой в глазах очень многих партнёров. Но и при этом всё-таки, мне кажется, все мы хотим иногда снисходительности. И женщина хочет снисходительности. Если она, например, сорвалась и накричала без повода или ещё что-нибудь такое произошло из-за того, что она не в ресурсном состоянии, из-за того, что она устала, из-за того, что, может быть, ребёнок болеет, а пришёл муж с работы, и она срывается на нём. И вот эта мужская снисходительность по отношению к жене и понимание, что это происходит по той причине, что она просто не справилась, у неё закончились силы, и её нужно поддержать, а не сказать, что ты несправедлива по отношению ко мне. Но точно так же и женщина может быть снисходительна к мужчине. Где искать, вот, не знаю, правильный посыл для своего поведения, для того, чтобы быть всё-таки предельно честным, но и добрым и снисходительным в хорошем понимании этого слова. Не когда мы снисходим, а когда мы понимаем друг друга, сочувствуем друг другу и готовы поддержать? Вы знаете, понятие «плохо» и «хорошо» — это понятие, которое сидит у нас в голове. Это оценочная система. На самом деле я бы не советовала вообще оценивать никакую ситуацию или поступок, а стараться понять причину, почему человек так поступил. Вот когда мы думаем, понимаем, размышляем, да, почему это произошло, мы обязательно найдём причину и обязательно поймём, что даже если это была какая-то ошибка, ну, каждый из нас имеет право на ошибку, но мы всегда можем извлечь из этой ошибки урок и сделать для себя какие-то положительные выводы и, может быть, даже и в какой-то степени обрадоваться. Ну и хорошо, что так случилось, зато в следующий раз мы будем умнее, мы будем знать, что вот так поступать не нужно или, например, что вот какие-то там события ведут к таким-то последствиям. Это, кстати, тоже воспитание детей часто можно проследить. Вот мы в прошлый раз с вами на передаче говорили о любовь отца и матери, в чём разница, да, я сейчас сильно повторяться не буду, но кратко вот пробегусь, что любовь отца к детям должна быть условная, потому что отец, он учит взаимодействию с миром, показывает мир и учит детей быть самыми лучшими, сильными, смелыми, умными. Вот. А любовь матери к детям, она должна быть, опять же, безусловной, потому что дети должны знать, что что бы ни случилось с ними в жизни, они всегда могут прийти к маме, поплакаться, и что мама всегда поймёт, пожалеет и простит в конце концов. И вот эта вот самая безусловная любовь, что к детям, что к мужу, это, вы знаете, я бы её назвала точкой роста, потому что, когда человек знает, что когда тебя принимают таким, какой ты есть, даже если ты там где-то что-то неправильно совершил, то у него нет необходимости обманывать, притворяться, надевать какие-то маски, лицемерить. То есть, да, я вот такой, да, я вот это вот сделал, но раз вы меня всё равно любите, значит, я готов отплатить вам обратно теми же чувствами, и я буду работать над собой, я же хочу, чтобы быть лучше. Каждый человек стремится быть лучше. Поэтому вот эта безусловная любовь, это и есть вот эта вот точка для роста, начало для своего развития. Опять же, если мы не принимаем человека, если мы начинаем осуждать, то у человека возникает потребность обманывать, притворяться, и тогда человек продолжает свой рост, но этот рост будет идти вниз. То есть, сегодня он один раз обманул, завтра он там ещё что-то придумал, послезавтра он уже какой-то поступок совершил, и это будет всё как снежный ком, наматываться одно на другое, что тоже, опять же, приводит и к конфликтам, и к скандалам, и к руганию, и так далее. Вот чтобы этого избежать, нужно всё-таки давать человеку право на ошибку. А всё-таки мне бы ещё хотелось поднять вопрос о верующих семьях. Ещё недавно казалось, что семьи, которые создаются людьми верующими, воцерковлёнными, христианами, они будут крепче, они будут надёжнее, и они будут защищены от многих соблазнов и будут примером для всех остальных. И, как показала практика, это не совсем так, и проблемы в семьях верующих людей тоже возникают, и такие же серьёзные, и, что самое печальное, верующие семьи тоже распадаются иногда и ходят к специалистам и решают свои проблемы. Это, конечно, лучший вариант. Но, тем не менее, проблемы есть в каждой семье, а значит, мы не можем полагаться на веру, как на то, что она сама по себе станет тем фундаментом, на котором не вырастет ни одной проблемы. То есть вера прекрасна, и я уверена, что когда люди верующие вступают в брак, у них действительно очень много аванса им, да, но кредита, который они могут каким-то образом пустить в ход и вырасти, духовно вместе вырасти. Это прекрасно. Но, тем не менее, от проблем не застрахованы. И когда, на каком этапе это нужно понять? Нужны ли какие-то беседы с молодыми семьями, как вам кажется? Нужно ли настраиваться на то, что наверняка вы будете притираться, и наверняка у вас будут какие-то проблемы, и наверняка их придётся решать? И каким образом это делать, чтобы это было конструктивно? Может быть, такие предметы нужны в школе? Может быть, такие предметы нужны хотя бы в воскресной школе? Как вам это видится? Тем более, что вы директор воскресной школы. Да, Марина, вы знаете, к сожалению, проблемы, они есть у всех. И у воцерковлённых людей, и у невоцерковлённых. И к своей печали, так скажем, от других семейных психологов, я слышала, что даже в оцерковлённых семьях проблемы бывают даже более серьёзные, чем в обычных. Я думаю, что это связано с тем, что когда люди вступают в брак, у них очень высокая планка. У них перед глазами жития святых, ещё там какие-то примеры. Даже они могут где-то пройти обучение, но я не знаю. Вообще я за то, чтобы перед тем, как вступить в брак, нужно было бы обязательно пройти обучение. Даже вот начиная со школы. Пусть не с общеобразовательной, пусть это будет воскресная школа, но обязательно какие-то курсы должны быть. И дело в том, что, как я уже говорила, вот эта завышенная планка, вот это стремление к какому-то идеалу, к сожалению, оно является таким моментом искусительным для того, чтобы не быть самим собой тем, кто я есть на самом деле, а делать вид, притворяться. И это получается обман и лицемерие, вот о котором я и говорила. И с годами это накручивается, накручивается. Человек терпит с последних сил, пытаясь притвориться тем, кем он не является на самом деле, пока это вот не взорвётся в какой-то момент. Я хотела ещё на самом деле успеть поговорить о том, какой должна быть любовь детей по отношению к родителям. Это тоже должна быть безусловная любовь, потому что родители не выбирают, и родители тоже имеют право на ошибку. И родительские ошибки как раз-таки формируют наш характер. Они делают нас более жизнестойкими, жизнеспособными, либо наоборот более мягкими и чуткими. И вот уже даже за это мы должны быть благодарны своим родителям, потому что все мы созданы по образу и подобию Божию. И это и есть хорошо. Вот эти отношения, которые внутри семьи выстроены, мы это волей-неволей выносим в общество. Я не знаю, в какие-то предприятия, в город, в страну. И вот я сейчас наблюдаю, я понимаю, что даже отношения между городами, отношения между странами, они точно так же выстраиваются под тем же принципом, которые были заложены в семье. То есть если изначально научили конкурировать, то вот они и конкурируют. А если бы их научили объединяться, сотрудничать, какой-то сплоченности, то, может быть, у нас бы уже не было бы этой конкуренции, уже бы объединились эти предприятия в служении к людям, объединились бы эти страны в служении обществу. Вот хотелось бы, чтобы мы все равно к этому когда-то пришли. Ну, начнем хотя бы с собственных семей и попробуем в наших семьях все-таки созидать и растить любовь. Я благодарю вас, Наталья, за участие в нашей передаче и жду вас у нас снова. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok